добрый день дорогие друзья добрый вечер с вами мария карпинская студии марии карпинской новое планетарное телевидение и как я обещала ну и для май вот которая спрашивала для индусов интересуется сейчас ума и почему то есть они там все переполошились я же живу на юге индии и там все люди поклонники шри-рабинда и матери и вот я передала май что мой брат сказал что он был шри-рабинда и там все переполошились и поэтому я сейчас хочу также тихо не сказав ничего попробовать ему позвонить и узнать у него сейчас почему он считает и правда ли это почему он считает что шри-рабинда сейчас посмотрим так сейчас позвони и так мы его звоним внимание ребята я просто вот надеюсь что у нас здесь все будет как надо если ответит то хорошо так что то он не отвечает алло да славик привет значит послушай меня я своей подружке в индии сказала о том что вот мой брат утверждает что он воплощение шри-рабинда она сказала индусам которые там поклонники шри-рабинда и там начался переполох страшный они значит все уже пишут и все такое и хотят узнать правда ли это и чем ты можешь подтвердить вот ты мне скажи вот это как ты как ты понял что ты воплощение шри-рабинды потому что я тогда передам им а это году в девяностом девяностом году как это вышло расскажи мне ну случайно чисто чисто случайно мне попалась вот на руки эта книжица саппрема саппрема ага да с фотографией на стене я на фотографию посмотрел и увидел свои так сказать глаза себе и потом вокруг такая после того как я увидел эту себя фотографию вот так вот а все вокруг тела стала плотная плотная а примерно как будто вязкая как вода где-то вдалеке за 1000 километров по-моему загавкали собаки даже под сознанием каком-то Ну, правда, потом, через минут 15 я привык к атмосфере, и стало все, так сказать, стало на место. Но, видать, в этот момент произошла гармонизация какая-то, и такая энергия с космоса прихлынула, фантастическая, что ого-го! Только от одной фотографии, я поняла, да. А как ты, вот смотри, Слава, Широбин жил там, где вот дом у меня на юге Индии, да? Ты родился в России, то есть они не понимают, как это возможно, что человек, который был учителем и революционером на юге Индии, вдруг рождается в России, в каком-то городе Брянске. А я потом и видел еще это, ну, во сне, типа, что это самое, вот, видел, можно сказать, ну, как бы сказать, свое, типа, рождение. Рождение, да. Да, нахожусь там, где-то, и потом вдруг это рождается на, около озера на берегу небольшого, ну, как я уже забыл это. Не, ну, подожди, возле озера, мы же рождены возле озера, отец, ну, рядом с нашим домом было небольшое озеро. Ну, видишь, рождение происходит как, ну, происходит как, каждый человек, скажем, имеет, ну, назовем, я называю научного, духовно-психологическая матрица. Так. То есть, из жизни в жизнь духовный план не просто переселяется неизменным, он тоже, если так сказать, нахождение гармонизации без тела, он немножко совершенствуется, гармонизируется, и находится в пространстве до тех пор, пока, скажем, совпадут, ну, некоторые функциональные факторы. Так. То есть, задача, которую надо решить в процессе жизни, это не каждый способен осознать даже задачу. Люди живут и не знают для чего. Ну, да, свою задачу не знают, ага. Когда происходит падение этих всех функций, тогда, скажем, в каком-то теле рождается, скажем, ну, зачался младенец, и функции совпали. Духовный план, скажем, он находится в начале состояния ожидания в космосе, он подлетает, скажем, недалеко к этому телу, где зачался ребенок, и уже, так сказать, участвует еще, когда находится ребенок в начале развития, участвует в формировании младенца. А где родишься, этого не знает никто. Никто не знает. То есть, в принципе, каждый человек из жизни в жизнь, где родиться, это определяется, так сказать, задачей, духовный план формируется Господом под определенную задачу. Так. Но основные, так сказать, функции духовного плана, они, основные принципы, сохраняются. Например. Некоторые, основные, скажем, события, они повторяются. Подожди, хорошо, например, да, извини, например, вот ты, Шри Робинда, что повторяется, что повторяется, ты в Брянске, вообще совершенно, Стародубский район, вот где мы родились. Ой, ну, это сразу... Не расскажешь. По телефону не расскажешь, но когда я, так сказать, в процессе длительного осознания, я осознал не только, это предыдущее, то есть первичное, то есть начало нити, а потом пошло рассматывание клубка. Ну да, понятно. У человека воплощение это, я думаю, что миллионы, я добрался до того состояния, когда сидел на ветке, когда был еще, как говорится, до лесного, когда сознание... То есть обезьяна и хочет сказать, что был... Когда сидишь, скажем, на ветке внизу, качаешься, абсолютно, то есть у того, я добрался до этого начала, и потом вдруг вспышка осознания, сидишь и думаешь, а что же я тут сижу и качаюсь на ветке. То есть я добрался до обезьяньего уровня даже, когда мы еще будем в глубоком-глубоком истоке, да? То есть основные, скажем, эти воплощения многие, они, когда потом процесс пошел сам по себе, смотришь какой-то или фильм, или, скажем, идешь что-то увидеть, происходит какая-то хармонизация сознания, и происходит следующее осознание. Подожди, подожди, вот давай вернемся к Шри Робинда, потому что они же спрашивают, вот что у тебя про него, вспомни, пожалуйста, помимо вот того, что ты рассказал. Что потом, как клубок разматывался со Шри Робинда, как он разматывался, что это было? Ну, это сразу, так сказать, и не вспомнишь его, потом скажу. То есть сразу не вспомнишь, но по ходу жизни были постоянные какие-нибудь что? Сигналы, что это было? Нет, тут это, знаешь, в процессе жизни я не только, скажем, осознал себя, предыдущее воплощение, ну, скажем, приходили и многие факторы, я, так сказать, в некоторых людей, скажем, которые контактировали, узнавал, так сказать, своих этих самих, с которыми я контактировал там, то есть в то время, когда я был в этой школе, скажем, те люди, женщины, которые там со мной контактировали, я осознал, кто они в этой жизни тут, Скажи мне, пожалуйста, а ты вот природу Индии как-то можешь вспомнить? Природу, место? Нет, наверное. Нет, ну, в точности, скажем, до деталей, в этом нет смысла копаться, мне было, но я цель не ставил, скажем, вспомнить что-то, ну, вот, единственное, что мне мелькали когда-то в процессе этого, скажем, английские факторы, как будто, так сказать, наверное, когда я в предыдущем был в Англии, ну, да, был, да, там, что-то, да, вот английские, так сказать, эпизоды в процессе, когда смотришь фильмы про Англию, то некоторые, так сказать, эпизоды и гармонизация происходила, но этот процесс, так сказать, сложный, я цели направленные не ставил, вспомнить, скажем, оно само, приходило что-то, ну, наверное, то, что мне было нужно, ну, главное в процессе осознания, это не мелко, лучше вспоминать, скажем, которое, а в момент осознания происходит просто гармонизация с той энергией, которую ты накопил в предыдущем, в процессе осознания, и эту энергию чувствуешь, она с тобой наиболее тесно интегрируется, и потом ты получаешь возможность эту мощную энергию использовать, скажем, для... То есть, получается, что человек, подожди, человек, вот, допустим, Широбинда прожил, он сгенерировал какую-то энергию, эту энергию ты встретил, синтегрировался с ней, и теперь эту энергию ты можешь использовать в других целях совсем, правильно? Не только в той... Да, 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 ну, эта энергия тут, когда я провел анализ, скажем, своей этой жизни предыдущей, то получилась такая хрень, что то, чем я занимался, скажем, в этой шкуре, если бы я не развил на духовном плане, в шкуре, скажем, в Шире, то, что развил, то я бы в этой жизни не сделал бы и десяти шагов, то есть, умер бы давно. Понятно. То есть, получается, что тот фундамент, который закладываешь в предыдущем, даже не зная о задачи, о целях, где ты родишься, и что, он, оказывается, необходим мне, по крайней мере, мне оказался необходим, чтобы выжить в этой жизни. В этой жизни. И те принципы, скажем, которые я развивал, вне зависимости от болезней, ну, от еды, они мне именно в этой жизни, благодаря этим принципам, я, скажем, поставил свое сознание намного выше болезней, научился контролировать эти болезни, управлять ими. То есть, получается, что без базы, которую я уже развил тогда, я бы в этой жизни сейчас бы не сидел. А, наверное, еще в 30. Славик, такой вопрос, такой вопрос. А могут, вот энергия Шри Робинда, отработанная, да, а могут, допустим, еще появиться люди, которые скажут, и я был Шри Робинда. Или это не имеет рояля значения? Нет, знаешь, в принципе, такое, я думаю... Возможно. Ну, духовно-психологическое родство возможно. Я, например, когда фотографию увидел этого англичанин, я не навалился, а, по-моему, который тоже занимался этой теремой фирма, я увидел в его глазах это свое, ну, своего себя умолвого в адресе. То есть, мои глаза увидел. То есть, я думаю, что, возможно, даже, что, скажем, для решения одной задачи может происходить и раздвоение духовного плана. Ага, и расстроение. Из одного духовного плана может формироваться два. Два. И, да, вроде как бы получится, что человек имеет два воплощения или три. То есть, наш духовный план – это мощная интеграция. Об этом говорит даже то, что, скажем, вот до 80-го года в этой жизни уже я имел, скажем, план один – индусский. Мне в детстве, когда я был ребенком, мне осознанно он бегал в клуб, еще когда не пускали на кино, но мне нравились эти индийские фильмы. Индийские фильмы. Музыка – это прямо завораживало. Короче, в детстве мне это все родейское – это нравилось колоссально. И я даже потом, в будущем, нашел, скажем, рисунок своего духовного плана. Цвета были практически все золотисто-розовые, короче говоря. Но в 80-м, скажем, у меня, я произвел в 79-м первую психологическую интеграцию. То есть интегрировало свое тело в психологию умершего человека. А потом и кота, я тебе уже об этом рассказывал. Да, да, да. Эта психология у меня открыла, так сказать, многие эти каналы энергетические. А через год как-то само по себе произошла интеграция уже духовного. То есть духовный план умершего человека интегрировался у меня с моим. То есть в процессе жизни и получился совершенно другой план. То есть из двух один. Две расцветки стали, другие. Я тоже в последующем этот духовный план увидел. Расцветки другие, немного цвета уже другие. И другие рисунки формы. То есть получилось как бы при жизни интеграция духовная. Это происходит нечасто. Но тот, кто при жизни эту интеграцию делает, вначале психологическо, потом духовно, открывается канал для последующих интеграций уже n-ного количества. То есть такое тело получает возможность интеграции и психологических тел, и не только психологических. Я, наверное, после этого, когда в стадии, так сказать, эксперимента находился, и интегрировал десятки духовных планов. У всех, и духовных, и психологических. И животных, и животных, и людей, да? И животных, и людей. Правильно? Да, 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 да. Вот мне, скажем, в определенный момент жизни надо было обострить внутри себя, предположим, для определенных работ что-то, инстинкты. Я в себя интегрировал, скажем, план духовный, или тигра, или любого животного. А с духовными людьми я интегрировал практически всех чудотворцев по очереди. Это происходило как-то, ну, чисто не случайно тело получило возможность интеграции любого духовного плана пространства. Я вот это... И знаешь, какие при интеграции происходили фантастические чудеса? Вот когда я интегрировал, скажем, план какого-то чудотворца, мое тело получало способность до чудотворных сил, которые проявлялись прямо... Ну, один эпизодик, наверное, скажу небольшой. Когда, скажем, я интегрировал... Это шло как? Я чисто случайно, неосознанно на рынке, каждый год покупал календарь, скажем, ну, года. Это серьезный. Там какой-то чудотворец. Купил я какой-то календарь, по-моему, Николая Чудотворца. Интегрировал его духовный план. Проявляться это стало... Как, скажем, вот, Занесли как-то эти знакомые девки, это я на переулке жил, Тартакана ко мне. Ну, они, так сказать, развелись немного. Я начал борьбу. И вот подхожу однажды к раковине, к железной, эмали выщерблен на раковине. На этом выщербленном месте сидит таракан. Я разозлился, рукой это самое хлопнул, по таракану не попал, а энергию сбросил с руки. Представляешь? Смотрю, как не поверишь. Чудо. Таракан, короче говоря, исчез, таракан превратился в эмали. Ну, то есть выщербленная на раковине железная и исчезла, таракан, получается, превратился в эмали и залепил эту выщербленную. Вот даже комедия была. И так я примерно, скажем, много таких фантастических, короче говоря, факторов были. Месяц где-то я, скажем, во мне этот духовный план находился, потом балансируя, скажем, на хране, ну, такой, назовем образ жизни и смерти, я этот духовный план скидывал, он уходил. То есть интегрировать в себя можно любой духовный план, но не каждый духовный план интегрируется с твоим планом. Скажи мне, это и есть интегральная, подожди, это и есть интегральная йога, на самом деле, да? Ну, в принципе, интегральная йога, она именно дает, дала мне вот это, открыла путь, так сказать, бесконечной интеграции, сознания, психологии. В дальнейшем это пришло, управление всеми процессами, природные. Все, ага, Славик, подожди, тут такое... Все понятно. У меня вопрос, подожди, у меня вопрос, Слава, подожди, у меня вопрос. Майя, значит, поняла, что очень здорово, что есть вампиры, как пиявки, которые вот нападают, и что за счет этого старые клетки гибнут, молодые возникают, и так идет процесс трансформации. Да, 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 это полезная вещь. А нас, да, полезная вещь. А нас спрашивают, а комары, если нападают, или вот такие всякие существа, которые тоже кровопейцы, это тоже полезно? Она спрашивает. Ну, знаешь, в природе баланс устроен, все, скажем, гармонично. Если где-то возникает дисгармония, уничтожить их комаров, и все-то произойдет страшное нарушение в природе. То есть, если нападают, пьют кровь, с одной стороны, это вроде бы вредно, но с другой же стороны, это получается, как иглоукалывание. Может, ну, китайская медицина. Может, скажем, в каком-то месте тебе нужно было активировать, скажем, нервную клетку, мочную, потому что нервные рецепторы, они заведуют, скажем, защищают от многих болезней, ну, своего рода как иглоукалывания. Так что, это не исключено, что, если ты будешь находиться в абсолютной гармонии, вот, с природой, духовным планом, и это дала мне интегральная на йога, то даже муравейц гаганцом будет, если ты захочешь что-то узнать, только внутри об этом подумаешь глубоко, это сразу отразится на ком-то, на птицах, на животных, на людях, на людях, на людях, на людях, на ком угодно, и они тебе, они показывают, скажем, появляются перед глазами, и ты как-то неосознанно понимаешь их, что они хотят сказать. То есть, получается, весь мир природы становится доступным, начинает тебе помогать и лечить, и, то есть, возможности, которые дает интегральная йога, фантастические, я бы уже трансформировал и тело, потому что это еще когда было на переулке, после этого, это еще в 90-х годах, где-то в конце, мое тело дошло до состояния, до такого, что, вот, скажем, я только домой прихожу, только вечером ложусь на постель спать, мгновенно, практически, за несколько секунд я ухожу в какой-то глубокий транс, возникает ощущение видения, я над землей лечу и вижу все, что кто делает, потому что, было фантастически, и это каждый день, прихожу, вечером ложусь спать, накрывать, только приляжу, все, мгновенно, я поднимаюсь и вижу все, лечу над землей, вижу все, что у тебя происходит, это дало возможность в последующем участвовать, скажем, и в войнах, которые меня интересовали, и в... Слава, подожди, подожди, я хочу, подожди, подожди, стоп, 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 не надо это, я тебя хочу вернуть немножко про индусов, значит, чтобы понятно было, что я должна сказать индусам, что Шиверабин, до которому они сейчас поклоняются, это прошлая энергия, а новый Шиверабин, он уже совсем другой, правильно, вот как ты родишь? Совсем другой, но... Так. Нет, в принципе, они-то, скажем, поклоняются не Шиверабин, а Урабин, да, а исповедуют, скажем, метод. Метод. Я могу рассказать, к чему, ну, вот, практически, к чему приводит эта интеграль на йога. Ну, то есть, достижения фантастические. Славик, подожди, стоп, ты мне расскажешь, потому что сейчас у меня разрядится телефон и выключится. Я могу сделать так, зарядить телефон и через полчаса тебя еще раз набрать. Как ты? И ты расскажешь? Слушай, давай, это, ну, хочу, что еще рассказать можно было, но вот в те же, подожди минуту, еще в те 90-е годы, когда я находился в процессе интеграции, вокруг меня такая энергия уже интегрировалась благодаря этому, первому, этому, последнему воплощению шры, что я лежал, когда внутрь себя вот заглядывал, у меня внутри светились уже сотни этих духовных планов, такие яркие точки внутри, то есть в тысячах клеток уже был свой духовный план. Дело уже, скажем, подошло к тому, что я уже не просто спал на кровати, это вначале, скажем, ляжу, поднялся, полетел, а то, когда я, так сказать, ложился, уходил в транс и летел и все видел, тело поднималось физическое над кроватью. Я, скажем, с утра присыпаюсь, глаза так открываю, на какой кровати висел ковер. Вижу, что? Вишу это самое под потолком над верхней гранью этого ковра. Вначале было ощущение такого жутка, но происходило, так сказать, плавно сразу. Раз, тело опускалось, физическое тело уходило в состояние левитации. То есть я, в принципе, при беге без зарядки, вот когда бег начинал, я бегу, а физическое тело и мощнейший океан метров сто надо мной, скажем, бежал, тело становилось практически невесомым, я мог бежать сутками не уставая, не чувствовал усталости. То есть то, что давало это дело, это фантастическое. Но потом, как я говорил, я параллельно и подстыковывался, гармонизировал и, так сказать, корректировал функцию автоматически множество людей, которые меня многие в глаза может быть не видели, я психологически происходила с ними связь, я разбавался и их, они шли вместе. И вот потом, как я уже говорил, одна баба случайно появилась, я заглянул, вижу внутри сердце и пистолет, но оказалось, что пистолет это от той жизни, когда она была Зоей Космодемьянской, ее фашисты убили у нее, эта энергия зла к фашистам сконцентрировалась. Осталась. А сердце это от воплощения, скажем, она или была родственницей, или сама Жанны Де Арк. Когда Жанну Де Арк сошлись, это не сгорело, а все сгорело. Так вот, когда я ее гармонизировал, я уже говорил, это произошла от психологии, оказывается, горит даже железо, как это светиль, как спички. Потом информацию получил это, что под Москвой, короче, гармонизация ее, в процессе гармонизации стимуляции ночью произошла разрядка, видать, энергетическая в нее, и удар этой ненависти к фашистам ударил по Подмосковью, там сгорели что-то 12 комплексов С-300. Ну, про это... Я потом это анализировал, вычислил, думаю, почему ударило по Подмосковью, по комплексам, по щиту Москвы. Оказалось, что в Кремле это там и сам Адольф Шикельхрубер в другом теле и кое-кто из Ставки этого третьего рейка сидит. Но когда тогда, я думаю, военные, скорее всего, возмутились, как мы установили источник и, так сказать, генератором вытяжным с космоса подстыковались из меня эту энергию, матрицу, огромный, голубой такой, клуб там колоссальный и вытащили, сняли, короче говоря. И я уже, естественно, что и способность лимитации уменьшилась и в будущем, так сказать, держали, начали долго под контролем, потом создали, я думаю, вообще такую сеть, что, скажем, уже в пределах космоса я выскочить не могу. Раньше я летал свободно психологическим телом куда угодно, мог делать любые дела, а то, так сказать, и блокируют это до сих пор, но как это, как и это оказалось, что это на почастие. На почастие, не дай бог, если бы я это, оказывается, духовный план учитывал этот фактор, когда меня заблокировали на моем теле, так сказать, от трансформации, а то бы я уже трансформировался и превратился либо в сценарий, сценарного шута, ну, владел бы левитацией и всего, ну, скорее всего, подопытного кролика в лаборатории. А так, когда на теле заблокировали создание, спутника мощного, я сейчас работать могу, но пространство сдам, ну, своего рода смотрю. Подожди, Славик, Славик, ты опять ушел от темы, я хотела только тебе про интегральную йогу и Шири Робин, да. Сейчас, сейчас, я это самое что-то... У меня просто, подожди, у меня разрядится телефон. Мы там блокировали интеграцию на теле, пошла интеграция со стороны северной звезды в космосе, короче говоря, и там уже наподобие Луны интеграция мощная, духовных планов, и теперь уже, то есть процесс трансформации на одном теле был заблокирован, теперь будет происходить интеграция духовных планов в космосе, и когда накопится достаточное количество, произойдет гармонизация опять с телами на земле, и уже произойдет трансформация людей, и возникнут не один ядр с армией, за миллионы, целая армия. Замечательно, вот это очень хорошая, это очень хорошая новость. Они уже будут, так сказать, решить событиями с бессмертными делами, вот к этому, скажем, видишь, я думаю, что духовный план это учитывало. Конечно, а как же. Трансформация индивидуальная до поры до времени нельзя, но они на этой йоге сидят, это путь истинный, правильный, он ведет, скажем, к тому, и обморгим рассказать, ну, это надо, так сказать, посидеть, осмыслить все подробно, каким фантастическим вершинам и способностям ведет эта интегральная йога. Я через это все прошел. Но, скажем, когда момент наступает интеграции на теле индивидуальном, я думаю, никто не трансформируется, пока вот не произойдет гармонизация теперь с космическим интегральным большим фактором. Сейчас идет своего рода интеграция духовных планов. После смерти человека духовные планы уходят в этот накопитель, в один со стороны северной звезды, там своего рода солнце уже формируется, новая духовная. И вот когда произойдет гармонизация, тогда уже трансформируется, откроется канал для трансформации миллионов людей. А пока индивидуально на теле, по крайней мере, я бы никому не советовал спешить. Правильно. Если даже кто-то из них подошел, скажем, к интеграции, но интеграции на теле духовных факторов, которые составляют определенные должны... Хорошо, понятно. Чтобы произвести трансформацию на теле, надо внутри себя накопить, скажем, одно количество духовных планов. Понятно, понятно. Людей, которые будут умирать или уже планы, которые висят в космосе. Составится внутри тела своего рода такой духовный узор. Может быть, не в каждом органе точно. Я видел внутри себя тысячи светящихся духовных планов. Понятно. Славик, все, у меня уже послушай, у меня уже телефон разряжается, сейчас он отключится. Значит, я поняла, что будут трансформироваться миллионы людей, правильно? Да. Все, давай. Обязательно должна предшествовать интеграция на теле. Ну, понятно, да, да. То есть, из двух планов получается один духовный план. Поэтому, когда человек умирает, то, исключено от духовного плана получится опять два. из одного два, из одного три, из одного как из Иисуса тысячи, я все поняла. Как из Иисуса тысячи планов. Славик, все, давай, у меня отключается телефон. это все, ага, Давай, ага, пока. Ну, вот, вы видите все, что можно, я тихонько с него выудила, надеюсь, что вы тоже услышите. Может быть, эта информация для вас еще ее рано воспринимать, вот, потому что он, конечно, ею запичкан. И теперь вам решать, был ли мой брат родной воплощением Шри Робинда или не был. Но, судя по его рассуждениям, я прихожу тоже к выводу, что, скорее всего, он был этим воплощением. Вот, и то, что он родился в России, сейчас выполняет другие задачи, как он объяснил, что это уже не тот Шри Робинда, который жил там в Индии, а это совершенно другой, который впитал в себя еще все предыдущие другие воплощения и энергию Шри Робинда. Все, с вами была Мария Карпинская, всего вам доброго, до свидания.